Добрый день! Продолжим изучение списков и массивов. И в этом уроке, в этой части урока, мы оптимизируем с помощью списков, с использованием списков, игру «Простая викторина» или «Просто викторина», которую мы создавали в уроке номер 13. Давай сразу перейдем на сайт Scratch, в студию «Юный разработчик игр» и рассмотрим этот проект. Вот наша студия, и в ней оба проекта «Простая викторина» и «Викторина со списками» по странному стечению обстоятельств находятся рядом, поэтому иногда можно перепутать. Откроем проект «Простая викторина», потом посмотрим быстро «Викторину со списками» и, конечно же, создадим ее. Итак, «Простая викторина». Не будем ее выполнять, потому что здесь видны вопросы-ответ. Надеюсь, ты помнишь, наш код задает вопрос, проверяет правильность ответа и подсчитывает количество правильных ответов и количество ошибок. Давай сразу откроем код, посмотрим, что мы здесь делали. Мы скрывали переменные, потом задавали начальные значения переменных Вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3, ответ 1, ответ 2, ответ 3. Количество ошибок подсчитывали, задавали начальные значения правильных ответов. И дальше наш код состоял из нескольких очень похожих друг на друга частей, где фактически выполнялись одни и те же действия, только задавался очередной вопрос и проверялась правильность очередного ответа. Ну а в конце мы задавали вопрос, хочет ли игрок посмотреть результаты, точнее правильные ответы на вопросы, и их выводили. Если мы откроем проект Викторина со списками и запустим его, то результат будет такой же, я не буду тратить сейчас на это время. И на копии экрана здесь мы видим, что вместо переменных у нас используются списки. Давай тоже откроем код и внимательно посмотрим. Действительно, в разделе данные мы находим, у нас есть те же переменные ошибок правильных ответов, но нет переменных вопрос 1, 2, 3 и ответ 1, 2, 3. Есть дополнительная переменная, которая называется индекс. И есть два списка. Один список вопросов, второй список ответов. И они здесь отображаются, хотя в начале у нас в коде, я сразу тебе показываю, они, естественно, скрываются, чтобы игрок не видел вопросов и ответов. Ну, давай сейчас быстренько пробежимся по коду. Возможно, ты сможешь сам разобраться в нем и реализовать, а возможно, тебе потребуется дальше смотреть видео. Итак, мы задаем начальное значение переменных, потом скрываем списки, потом использую команду удалить все. Вот здесь есть эта команда удалить. Мы можем удалять один элемент какой-то. Здесь можно вводить любое число, какой-то конкретный, первый, второй, третий, четвертый, любой. Либо удалить все элементы из списка. Мы это делаем для того, чтобы потом здесь в этом коде, в этом скрипте, мы программно добавляем элементы в список, чтобы проверить, как работают эти команды и закрепить их, изучить. Ну, а если очень лень, то, конечно же, эти списки можно вводить точно так же, как реплики диалога. Но здесь для того, чтобы изучить новые команды, мы это делаем программой. В некоторых случаях программно приходится и выполнять такие действия. И, наконец, самое главное, мы смотрим наш скрипт, и он опять короче, чем в предыдущем проекте. То есть мы таким образом делаем код более красивым и более оптимальным, потому что его писать значительно приятнее. Меньше надо выполнять действия даже по перетаскиванию блоков или дублированию. И здесь в основной части сначала код сообщает, на сколько вопросов надо ответить, используя считывающий блок длина списка. И в данном случае берется список «Вопросы», потому что и вопросы, и ответы два списка у нас одинаковые длины. Правда, здесь вот пока я объясняю, длина списка ответов стала равной двум, потому что я случайно удалила первый элемент из списка ответов. Нажала на этот блок, на блок «Удалить». Но на самом деле, если мы начнем работать, вот сейчас я выключу, но отображу, у нас опять программно, смотри, как хорошо получилось, все элементы записались. Если бы приходилось это делать вручную, то пришлось бы восстанавливать проект, а это очень плохо, потому что я взошла в свой аккаунт, я работаю на сайте и буду продолжать это делать, для того, чтобы показать тебе еще дополнительные возможности работы в Scratch, именно на сайте. Мы продолжим изучать наш код, наш скрипт. Здесь у нас цикл «Повторить», то есть одни и те же действия, где задаются вопросы, проверяется правильность ответа, выполняются ровно столько, какова длина списка. То есть в данном случае у нас длина списка 3, значит, 3 раза у нас это действие выполняется. В отличие от предыдущего проекта, где нам приходилось 3 раза дублировать наш фрагмент кода и потом еще менять значение, подставлять нужные переменные. Здесь это делать не надо. И мы спрашиваем, выбираем элемент из списка «Вопросы», а потом проверяем правильность ответа, выбирая элемент из списка «Ответы». И номер этого элемента у нас подсчитывается с помощью переменной, которая здесь названа «Индекс», и начинается она со значения 1, а потом изменяется на единицу, то есть потом берется второй элемент, третий элемент, ну и когда мы достигли конца списка, то есть длина списка у нас уже 3, то есть 3 раза мы прошли, выполнили этот цикл, мы переходим к следующей части кода, где по аналогии с предыдущим проектом мы уже отображаем, показываем список вопросов и список ответов, если пользователь этого хочет. Вот мы посмотрели код. В принципе, если тебе все понятно, повторю еще раз, ты можешь приступать к реализации, но прежде чем ты это сделаешь, я тебе покажу еще небольшую подсказку. В Scratch есть такая замечательная вещь, которая называется «рюкзак». В рюкзак можно стягивать целые спрайты, фаны, фрагменты кода. То есть, в принципе, я могу сейчас схитрить, и ты можешь, в принципе, тоже это попробовать, и взять весь этот скрипт и закинуть в рюкзак. Вот он здесь сохранился. Теперь, если я создам новый проект и загляну в рюкзак, я смогу этот скрипт оттуда вытащить. Ну, давай это сделаем. Вот я создала новый проект, я нахожусь в своем аккаунте, подвину немножко сцену, она мне мешает. И если я разверну рюкзак, то вот этот весь скрипт, я его из рюкзака взяла, вытащила, и могу дальше им пользоваться. Конечно, это хитрость, которая хороша в том случае, когда ты все уже понимаешь и знаешь, как программировать, и можешь использовать код из разных других проектов собирать. Ну, а пока ты учишься, старайся все-таки не слишком часто пользоваться рюкзаком, потому что тебе нужно научиться программировать. Я себе это позволила для того, чтобы не писать заново формулировки вопросов и ответов, не тратить на это время. Еще раз повторю, если тебе все понятно, ты можешь по коду его взять, воспроизвести и закончить эту часть урока. Но если тебе хочется посмотреть, как что необходимо делать, то продолжай смотреть урок, и вместе мы сейчас соберем его код. Итак, несмотря на то, что я взяла и скопировала весь код из рюкзака, вытащила, и в принципе сейчас все будет выполняться замечательно, мне придется кое-что сделать, а именно, мне необходимо создать переменные, мне необходимо создать списки, их на самом деле нет, есть только скрипт, поэтому я его отодвину немножко в сторонку и даже пользоваться им не буду, я его вот так вот оторву от блока, когда щелкну по флажку, и он выполняться не будет, а я буду его собирать почти с нуля, но иногда использовать некоторые здесь элементы для того, чтобы не набирать заново текст. Итак, создаем переменные правильных ответов. Правильных ответов. Создаем переменную ошибок и создаем переменную индекс для подсчета номера элемента списка. Переменную индекс мы прячем, а количество правильных ответов и ошибок мы отображаем на сцене. дальше мы создаем два списка список вопросы и список ответы и тоже прячем их со сцены но прежде чем это сделать сделаем вот так разместим чтобы потом они отобразились таким образом чтобы было удобно смотреть потому что нам понадобится выводить результаты мы разместим нашего кота примерно так список вопросов я сделала блок немножко шире потому что длина каждой реплики вопроса она достаточно велика можно даже еще ответы более краткие и теперь мы вскроем так отлично но теперь я сделаю заголовок сохраню назову проект викторины со списками и могу выбрать пункт меню файл сохранить сейчас вот то что я много раз тебе говорила сохранили правда почему-то имя у меня пропало что-то видимо уже сеть тормозит но ничего страшного в данном случае мы можем продолжить работу итак работаем с переменным мы должны задать начальные значения переменных количество правильных ответов количество ошибок и значение переменный индекс мы зададим начальное значение единицам дальше нам необходимо обязательно не забыть скрыть списки ответов и списки вопросов для того чтобы игрок их не видел после этого мы смотрели код ну и я здесь честно говоря подсматриваю мы удалим все элементы из списка и я сейчас немножко поясню для чего потому что если мы будем выполнять этот скрипт несколько раз у нас каждый раз существующий уже список вопросов и ответов будут добавляться новые элементы и когда мы выполним первый раз у нас будет три элемента поскольку у нас три вопроса и три ответа то есть по три элемента и длина списка будет три но если мы остановим скрипт потом выполним его еще раз в списке с тремя элементами добавится еще по три элемента и уже станет их шесть и один и тот же вопрос будет повторяться два раза если мы начнем выполнять еще то будет уже девять двенадцать и так далее так далее до бесконечности поэтому поскольку мы программно задаем начальные значения наших списков, добавляем элементы в списки, то нам необходимо эти списки сначала очистить, то есть удалить все элементы, как из списка вопросы, так и из списка ответы. Ну, а если там ничего нет, то, в общем-то, ничего удаляться и не будет. Итак, мы это сделали. Теперь приступаем к добавлению элементов в список. Чтобы добавить элемент в список, у нас есть команда «Добавить». И обязательно необходимо указать, какой список, и ввести фактически тот текст или те данные. Это могут быть числовые данные, могут быть строковые. В данном случае у нас строковые в основном. Здесь мы введем. Попутно я тебе прокомментирую. Есть еще команда «Вставить». Отличается эта команда от «Добавить» тем, что мы можем вставить элемент списка в любую позицию. То есть, когда мы добавляем элементы в список, добавляются в самый конец. Точно так же, как мы нажимали на плюсик в редакторе и добавляли элемент, всегда появлялся он в конце. А с помощью команды «Вставить» мы можем здесь, допустим, вставить в позицию номер 3 некое значение из списка. И все элементы, допустим, тот элемент, который был третьим, он станет автоматически четвертым. Тот, который был четвертым, станет пятым и так далее. То есть, элемент в список вставится. Ты сможешь потом поэкспериментировать, поработать с этой командой. Я ее удалю. И вторая команда, которую я прокомментирую, это замена элементов. То есть, мы можем элемент существующий заменить на другое значение. Бывает необходимо отредактировать тоже программно. Но мы тоже это сейчас делать не будем. Тоже, надеюсь, у нас будут еще какие-то примеры, где мы сможем поработать с этими командами. Либо ты сам найдешь какие-то проекты и будешь уже знать, как эти команды используются. Мы же сейчас добавляем. Причем нам необходимо, я сразу сделаю столько блоков, вытащу столько, сколько мне нужно. Нам не нужно 6 блоков, потому что мне нужно добавить 3 элемента в список вопросов и 3 элемента в список ответов. И вот здесь я воспользуюсь тем, что вытащила из рюкзака. Для чего? Для того, чтобы просто скопировать текст вопроса. Вот я его выделяю, нажимаю Ctrl-C, скопировать и Ctrl-V. То есть, код я создаю честно. Ctrl-C, Ctrl-V, нуля, я не копировала ничего. А текст для того, чтобы не тратить сейчас на это время, я просто вставляю, чтобы это было быстрее. Ты можешь сделать точно так же, но еще раз повторяю, лучше код собирать с нуля, для того, чтобы было формирование нужных программистских навыков. Так, это я сделала. Дальше убираю, потому что дальше я буду делать тоже все честно, собирать код сама. Дальше у нас происходит вывод сообщения о том, что пользователь должен ответить на сколько-то вопросов. То есть, код сообщает, ответить на столько-то вопросов. А сколько вопросов? Вопросов столько, какова длина нашего списка. Мы возьмем команду длина списка, нам все равно какого, и вспомним оператор, слить. При этом нам придется его использовать неоднократно, потому что мы напишем сначала «Ответь на», потом количество, то есть число, и слово вопросов нам надо. Поэтому нам нужно опять добавить сюда «Слить», потом длина списка. Здесь, обрати внимание, в конце, после «На» я добавила пробел, потому что иначе сольется. Помнишь, я про пробелы говорила? И здесь я напишу тоже сначала пробел, а потом вопросов. Вот так вот, «Ответь на столько-то вопросов». Вот слово «Ответь» я написала немножко неправильно, вот исправлю. И вклеиваем это вот сюда. Ну и количество секунд потом отрегулируем. Дальше нам необходимо использовать цикл «Повторить». И опять нам нужен блок «Длина списка», потому что повторить мы должны ровно столько раз, какова у нас длина списка. После этого мы спрашиваем. И спрашиваем что? Спрашиваем элемент с номером «Индекс» из списка «Вопросы». Проверяем, у нас переменный «Индекс» получает первое значение равное единице, поэтому сразу будет выбираться первый элемент из списка вопросов. Дальше нам необходимо проверить правильность ответа. Для этого нам нужен блок «Если то иначе». И мы сравниваем, если ответ равен чему элементу из списка ответы, и номер этого элемента тоже задается с помощью переменной «Индекс». Если ответ правильный, то наш код говорит правильно и наращивает количество правильных ответов. Чтобы потом не возвращаться, здесь я напишу ошибку сначала, а потом выберу команду «Изменить». Здесь «Изменить» на один количество правильных ответов, а здесь «Изменить» на один количество ошибок. Вот мы один раз спросили, проверили, и теперь нам необходимо изменить значение переменной «Индекс» на один, чтобы вернуться в начало цикла и уже выбрать второй элемент из списка вопросов и второй элемент из списка ответов. Вот мы почти все сделали. Ну и в принципе можем проверить. Давай проверим. Выполняем. Количество правильных ответов подсчиталось. Вот я ввела с ошибкой, с опечаткой. Ну и здесь тоже введу с ошибкой. Вот у меня две ошибки. Ну, все работает верно, за исключением того, что вот в фразе «Ответь на» три вопросов я обратила внимание. Вообще-то лучше сказать «вопроса». И здесь маловато секунд. Наверное, надо три или даже четыре. А что будет, если у нас количество вопросов и ответов будет, например, пять? Получится пять вопросов. А мы здесь пишем «вопроса». Это распространенный такой, ну не то чтобы баг, неточность многих программ, когда слово, зависимое от числа, не склоняется. У нас будет отдельный урок, в котором я объясню, как автоматизировать, как подбирать нужную форму слова для того, чтобы выводилось сообщение грамотно. Но это отдельная лингвистическая задача. Сейчас мы ее рассматривать не будем, потому что мы знаем, что у нас три элемента, поэтому три вопроса. Ну, давай допишем код. После того, как у нас все выполнилось, что мы должны сказать? Мы должны говорить, что у меня здесь говорить. А, опрос окончен, спасибо, молодец. Давай я скопирую. И потом мы спрашиваем снова, выводить ли правильные ответы. И формулируем вопрос так, что фактически это команда. Напиши «да», если хочешь узнать правильные ответы. Вот так мы напишем. Тогда пользователь напишет «да», потому что можно написать и «ес», и «конечно», и «как угодно ответить». Можно очень однозначно, чтобы нам отвечал пользователь. И здесь у нас всего лишь блок «если то». Если он ответил «да», то есть ответ равен «да». Можем так здесь и написать, мы это уже делали. Мы что делаем? Мы показываем один список и показываем второй список. Если хочется, чтобы это было по очереди, мы добавляем команду «ждать». Ну, одна секунда много, а 0,3 – вполне. Вот мы и написали код. Ничего сложного. Я надеюсь, что все тебе теперь понятно, и ты сможешь воспроизвести его и проверить. Я не буду это делать, потому что я 100% уверена, что у нас все правильно. Тем более, что мне есть с чем сравнивать. Ну, вот здесь полсекунды я добавила. А тебе есть с чем заняться. Я желаю тебе успехов и жду в следующем уроке. Да, и не забывай о гимнастике для глаз и вообще о физкульт-минутках.